Меня зовут Артем Кузнецов, я лид команды тестирования в 2GIS. Мы делаем сервис по бронированию жилья от Элла. Такой достаточно новый сервис, он только еще развивается, возможно о нем слышали, а возможно еще нет. В тестировании с 2015 года работал в аутсорсе, сейчас в продуктовой разработке. Являюсь ментором на GetMentorDev, сайт, который помогает людям справляться своими профессиональными ситуациями, сложностями и таким образом помогает не только ребятам в компании, но и за ее пределами. Поэтому если вдруг что, можете меня там найти. И контрибьютор в ведро I.O. на GitHub как раз вот инструмент, который в частности сегодня и поговорю в качестве примера. И вот детальнее о том, о чем буду говорить, о чем нет. Сегодня мы точно не будем говорить с вами о сравнениях фреймворка, точно не будем их сталкивать лбами там и мериться, у кого больше фикстуры и так далее. Ничего такого. И не будем детально разбирать инструменты и то, что у них там под капотом находится, как они детально работают. То есть довольно сегодня будет такой поверхностный доклад, сильно к кишечке погружаться не будем, поэтому это сразу, чтобы сформировать ожидания. И вот это, о чем мы не будем говорить, так о чем будем. О парадигме тестов, в принципе, вспомним AAA, стандартную схему, которая позволяет нам эффективно и просто писать тесты. Поговорим о двух разных подходах в написании сценарио. Это сценарий, это scenario-based и functional-based тесты. Разные мы можем использовать и так, и так. Ну и хотелось бы критически посмотреть вообще на наш подход к написанию тестов, потому что кажется, что есть вещи, которые неудобные, какая-то магия, к которой мы уже давно привыкли, а не вспомним каждый раз, когда тесты пишем. Но вспомнить еще раз об этом хотелось бы и попробовать с вами порассуждать о том вообще, как это можно избежать в нашей работе. И вот у меня есть лайфкодинг. На самом деле я видео записал, потому что прошлый лайфкодинг пошел по бороде, и там много все пошло не так. Поэтому я буду комментировать. Вчера записывал как раз специально все актуальное. Это мое личное видео. Перед тем, как начну, скажите, какие в основном вещи вас бесят в автоматизации? Падают тесты. А, флаги тесты. Ну типа мургают зеленые и красные. А вот в процессе написания. Вот ты пишешь и… Везде пароли и паспорты, да. Дублирование, да. Подготовка, да, она хорошая тема. Довольно сложная. И вот мы, кажется, такие вещи решаем. Каждый решает каждый раз по-своему. И в итоге приходим к каким-то примерно плюс-минус одним и тем же действиям. И при этом к своим велосипедам. И вот то, что вы сейчас назвали, то, что вы вспомнили, попробуйте представить, что можно не страдать. И можно писать какие-то как-то удобные тесты. Вот я попробовал, и из этого, собственно, доклад родился. Поэтому этот доклад будет про идеи, а не про инструменты. И хотел бы с вами как раз такие вещи обсудить. Вот для начала просто говорим о той магии, которой мы и привыкли, которую мы пишем. Какие лично я вспомнил вещи, которые меня дико раздражали, когда я тесты писал. Вспомним обычный AAA и range, act, assert. Range — это то, что мы готовим, как мы готовим свое приложение к нужному нам состоянию, чтобы что-то проверить. Потом act — это какое-то действие целевое, которое мы проверяем. Собственно, для этого мы тесты пишем. И assert. Вот здесь, например, стандартный, самый простой пример. Не знаю, я с головы придумал. Открыли страницу, увидели форму, открыли форму, и страница, ну, формочка, собственно, открыта. Типа, самый простой кейс. У нас не такие, да, у нас обычно 400 шагов, как ты уже говорил, и так далее. Вот, прикол в том, что у тебя может быть много range, у тебя может быть много assert, но act всегда один. То есть это то целевое действие в этом тесте, которое мы проверяем. И шаги могут быть довольно сложные, могут быть простые, проверок может быть много, потому что состояния приложения может быть много, и реакций этого приложения на приведение в нужное состояние тоже. И, собственно, код, первый наш слайд, это как бы вот этот вот простой бы тест выглядел бы… Так, не обрезалось? Нормально. Как бы этот простой тест выглядел в коде, просто взял PyTest, потому что довольно знакомый код, я думаю, многим, кто на питоне раньше писал или сейчас пишет. И как бы он выглядел? Вот у нас есть наш тест на первой строчке, просто мы его здесь объявляем. На второй строчке это вот то, что мы конкретно делаем в этом тесте. Мы, например, открываем форму и проверяем, что формочка открыта. Вот он. Вторая строчка — это действие, ок, act — это понятно. Четвертая — это assert. Где arrange здесь? Форалиметрия, да. Ну вот этот вот пейдж, да? Да. А вот его в тесте как бы не видно. То есть у тебя есть… Ты знаешь, что тест состоит из трех частей, а при этом в тесте видишь две. А третья, она первая самая на самом деле, она где-то куда-то вынесена. И ты такой, блин, а куда она вынесена? Потом открываешь файл, потому что импорта прямого у тебя нет. И да, у меня сегодня будет на питоне код. Но в принципе там логика, я думаю, плюс-минус. Короче, не должно вас смущать, я надеюсь. В замечательном инструменте PyTest есть фикстуры. Вот фикстуры позволяют тебе готовить твое приложение к нужному состоянию, при этом выносить это отдельно от теста. Таким образом, пейджа, она там где-то в отдельном файле лежит, как он в тест.py, ты ее объявил, описал, страничку тебе нужно открыл, в тест передал, открываешь формочку и так далее. Все удобно. Но тебе нужно помнить, об этом. То есть магия заключается в том, что это неявно, что вот здесь вообще непонятно, что там, какая пейджа, нужно перейти, посмотреть. А хотелось бы вот эти все три действия нашего теста, вот эта вся парадигма, чтобы она была в одном месте, и чтобы ты мог ее видеть. А еще просто наброс на то, что фикстуры могут быть автоюз, и в принципе тебе не обязательно там вообще никакого пейджа иметь, как бы и все, потерялся парень. Первый такой наброс. Второе. И причем я не хейчу. Пайтест, просто мы поговорим о вещах, которые такие магические. Второе. Автоматическое обнаружение тестов. Прикол в том, что как мы типа делаем, да, вот у нас есть functional-based подход, у тебя есть тест, ты его объявляешь как функцию, у тебя есть понятный префикс, все ясно, что именно это тест. Если хочешь описать какой-то хелпер, пожалуйста, не добавляй туда префикс test, потому что я подумаю, что это тест, и запущу эту твою функцию. Вот. Просто об этом нужно помнить. Первый раз спотыкаешься, ничего страшного, потом уже вспомнишь об этом дальше, или там увидишь, что лишний тест у тебя добавился в скоп и так далее. Ну и просто об этом помнишь. А вот не хочется помнить. Ну типа зачем, нафига. Моя задача писать тесты. Я не хочу помнить в каких-то магиях и подковерных каких-то вещах, которые импортируются нервным образом. Блин, да мне много чего нужно помнить. Можно, пожалуйста, без этого. И вот если критически, сорян, если критически вот об этом подумать, вот такой вещи хочется избегать. И да, вот я тут подсветить решил его. И вот такие вещи, они прям иногда раздражают. Потом вспоминаешь об этом, все нормально, но неудобно. И еще хочется поговорить о том, может быть, вы не задумывались, у вас проекты, конечно, меняются по объему, они там один тест, 150 тестов, они долго могут проходить и так далее. Но эта динамическая сущность, она всегда разная. И вместе с этим возникают некоторые неудобства. Например, первое из них, я на своей работе сталкивался с тем, что самый простой способ понять, что в тесте пошло не так, это увидеть, какие сущности в этом тесте создавались. Например, здесь мы авторизуемся, мы проверяем, что мы можем авторизоваться под пользователем. При этом фикстура, ну не фикстура, а helper, ну может быть и фикстура, без разницы, она какого-то пользователя нам создает, допустим, через API. И потом на девятой строчке мы просто логинимся через него. И вот у тебя падает тест, ну типа не соответствует юзернейм пользователя с тем, что ты там себе создал. А какой там был юзернейм, типа куда нужно смотреть? А нужно смотреть на самом деле вот в юзер переменную. И что мы сделаем? Мы бахнем принт. И в этом месте еще раз тест упадет, и там будет эта строчка. А вот не хочется так делать. Я не хочу об этом вообще думать. Ну зачем мне засорять свой код? А я потом это залью еще, да? Мне там комментарии дадут на ревью, что так не надо делать. Это еще 30 часов, да, разработки теста. Вот. И хочется, чтобы я всегда понимал, что пошло не так. Упал тест, такие-то сущности, создал такие-то актуальные данные, такие. Ты сразу видишь, все понятно. И вот такую фигню лепить я не хочу. Опять я его решил подсветить. И последнее. Вот из моей презентации еще там, может быть, какие-то вещи мы с вами можем обсудить потом. Но последнее, чтобы сильно много не рассказывать, это структура проекта. Чаще всего у нас максимальная свобода. Мы архитекторы своей жизни и своих тестов и сами решаем, какие папки нам организовать, где какие тесты написать, где какие хелперы и все такое. И, блин, мы реально умные люди. Но в других проектах и других командах сидят не менее умные люди, и у них там другой подход. И у тебя в этом, в проекте все очень удобно. Ты привык к такой тепличной атмосфере. У тебя есть фигстуры, которые лежат в ConfTestPay в этой папке чисто для этих тестов. А здесь фигстура, то есть какие-то дополнительные вещи, чтобы их не хранить везде в одном файле, они лежат просто где-то в папке, где-то в… Короче, удобно организовал свой код. При этом, например, в инструменте PyTest есть два обязательных файла. Это PyTestInia для конфигурации тестов и ConfTest для приведения приложений. Короче, приходишь туда, там вообще не так. И ты такой, блин, надо изучать. А где у вас лежат там тесты? А где у вас лежат интерфейсы? Какие-нибудь страницы или API, смотри, какие у вас тесты. Приходишь в другой момент. Вот здесь, например, страничка вообще уехала. Просто ну а что, типа, ну там тесты лежат, там же и страница. Видно там на последней, да? Все клево. Вот отсюда эти функции все, они, короче, просто в основном. Потом приходишь в третьем, там еще иначе, потом такой аааа, сколько можно. И я не хочу об этом думать. Я хочу, чтобы у меня была полонятная философия. Чтобы архитектуру, я не хочу, ну я умный, да, я понимаю, но я тут лучше свои ресурсы потрачу на написание тестов, а не на то, чтобы каждый раз при переходе в новый проект или в новую компанию анбордиться и пытаться понять, как ребята умные здесь это все придумали. Хочется понятную простую структуру. И чтобы мне ее задавали, а не я. Вот, эмоционально тут поговорил, флешбеки вьетнамские все свои вспомнил. И хорошо, она просто валидная и кому-то может откликаются, кому-то нет, а что дальше? И вот я нашел способ и хотел с вами поделиться, как можно от таких вещей не страдать. Например, можно рассмотреть то, как эти вещи реализованы в ведре. Кратко. Ведро, универс, это такая либо на питоне, которая помогает вам тесты запускать. Изначально, как она запускать тестов, но у нее есть еще какие-то обертки дополнительные. Сейчас расскажу подробнее. Три основные вещи о ней нужно знать. Никакой магии, то есть никаких фикстур, которые там из конф-теста прилетают, никаких автоматических обнаружений теста, понятная там какая-то философия без лишней магии и так далее. Это подключение со сторонними плагинами, с IDE, мы не только код пишем, но где-то запускаем, где-то его редактируем, где-то смотрим отчеты и так далее. И какие-то бестпрактисы, какие-то вещи, которые в принципе в этом фреймворке, в этом комьюнити устоялись, они где-то описаны и все им следуют. Стараются. Кого-то как получается. Если кратко, есть плагины, есть библиотеки, есть интеграции, есть какие-то лучшие практики. Плагины позволяют тебе работать, например, со страничкой. Вот есть Petro Playwright. Есть метод работы с моками, плагин для работы с моками внутри своих тестов, то есть там довольно контролируемая среда получается и так далее. Есть библиотеки, потому что мы не только код пишем, что мы еще делаем. Мы данные генерим, мы также мокаем, мы какие-то делаем обертки над, ну, как у нас же часто в PageObject есть такой-то подход. Соответственно, библиотека может быть и для этого и так далее. И у этого всего нет какого-то как бы одного владельца. Это все комьюнити создает дополнительно, которые в этом ведре фреймворки участвуют. Вот есть какие-то безпрактисы, как тегать, как описывать тесты, какие тесты запускать там сначала, упавшие, не упавшие. Это все реализовано, описано. Документации не так много, как, например, в популярных фреймворках, но она пополняется активно. И интеграции. Как я уже говорил, мы не только работаем в VDE, у нас еще есть сторонние системы, которым мы тоже нужно с ними как-то общаться, когда пишем тест. Короче, это все. Это и ведро universe. А вот то, что ваши тесты запускают, это ведро core. И таким образом у тебя есть все заранее для всех твоих нужд интеграции библиотеки и так далее, ты все можешь не выходить из детективной системы и прям там все и описывать. Как Apple, да? Типа айфончик, бакбук, все удобно. И вот вспомним, о чем я говорил тогда и о том, где я нашел, как я понял, что это здесь решается. Первое. Неявный range. Вот это все вынесено в текстуру и так далее. Вот код на ведре. Тот же самый. Все тоже так же делает. В чем разница? Во-первых, это не функция, а тест это уже класс. Это понятно, какая-то сущность, она больше, но она и явна, потому что здесь можно заметить три шага. Ну, три нашего range акта сект. Это вот given, when и then шаги. Шаги, sorry. Given может быть много, when один, а then тоже может быть много. Есть понятное название теста, subject, и таким образом ты можешь описывать свой тест и вообще не нужно по другим импортам переходить и так далее. Есть свои неудобства, например, в unit-тестах это довольно сложно, ну, и это излишне, наверное, потому что в основном это для E-to-E-тестов. Поэтому если вот больше такая вот есть проблема именно в E-to-E, и то, что я описывал, по сути, тоже, то можно как раз и попробовать. Второе. Это автоматическое обнаружение тестов. Больше не парюсь о том, что helper обозвал тест, потому что в принципе я не смогу это сделать. Потому что если я пишу helper, я пишу функцию, если я пишу class, если я пишу тест, я пишу class. Они в принципе не пересекутся, ошибиться, вариантов ноль. И третье. Дебаг принты. Вместо того, чтобы лепить принт на восьмой строчке, инструмент сам нам все расскажет о том, какие у вас есть переменные, когда они упали, что там было конкретно. И у нас, как у тестировщиков, наша основная задача это понимать, как можно быстрее, почему упал тест, и как можно быстрее его пофиксить. И как раз это перекладываем эту ответственность с нас на инструменты. Это нормально, так и делать и надо. Да? Не улыбайтесь. Ну ладно. И последнее. Структура проекта. Все везде разное, везде все, как хотят и напишут. Есть понятная философия. Вот с чем, что мне нравится, обязательная папка это scenarios, но best practices не придумывай себе какие-то дополнительные сущности, если тебе нужно готовить приложение к твоему состоянию. Используй там в контекстах, вот первая папочка, там должно все лежать. Перейдешь на другой проект, точно так же будет. Позаботься об этом. Интерфейс, если тебе нужна страница, если тебе нужна API какое-то, клади туда. И все кладут туда. И когда ты в этом комьюнити, тебе как бы легче к этой философии предвратиться и тебе даже не нужно там изобретать какие-то свои офигительно сложные структуры. Там схема, хелпер, дикты, короче, на сайте дальше не буду распинаться, но в принципе все, что нам нужно для автоматизации разбито и продиктовано именно средой, а не, собственно, там сеньором каким-то, который с нами на проекте работает. И вот здесь я попрошу видео включить, а я буду комментировать. Вот то, что я рассказал, прикольно, да, и это как-то в головах может быть и не осесть, но я хотел бы показать на практике, как это выглядит. И мы сейчас просто с вами абсолютно изёвый первый самый тест напишем. Во, пошло в дело. Короче, у меня ничего не было здесь, у меня просто новый проект я создал, и сейчас вместе с вами мы тут код попишем. Вот. Первое, я добавляю, короче, устанавливаю плагин, устанавливаю инструмент через ведро, просто в патчарме, если кто работает, это сделать просто через install можно, будет там его найти, и, соответственно, все там дополнительные вещи тоже. Потом мы помним, что мы тестировщики, и нам нужно писать тесты, поэтому создаем папку сценарий, где будут лежать наши тесты, и создадим первый тест. Какой тест, мы сейчас с вами пока не знаем. Сейчас посмотрим, но по сути мы здесь просто перейдем на нашу главную страницу приложения и посмотрим, что вот здесь вот title такой, именно такой текст, а на другой странице посмотрим, что он именно такой. Ну, проверим, что у нас как бы на двух страницах разные заголовки, и зависят они там от города и так далее. Окей. Чего первое нужно сделать? Написать класс, описать наш тест, описать сущность, которая по сути и является нашим тестом. Что он делает? Он открывает главную страницу. То есть мы как бы не зашиваем название в функцию, которую еще через underscore нужно читать, а нормально по-английски пишем. Потом пишем шаги. Наш сценарий, независимо автоматизаторы мы или ручные тестировщики, мы всегда наш кейс представляем в виде шагов. Это нативный для нас способ. Поэтому преимущество сценарио-бейс-подхода как раз в том, что мы можем явно их описать. Это первый шаг, когда мы открываем главную страницу. Второй шаг. Проверяем, что title visible. Блин, мы так бы написали и в Excel, или там какие-то другой таблицы. Ну, камон, ну, типа, ладно. Пока пустое, ничего тут нет, просто пасы. Что дальше нужно сделать? А можете на паузу поставить? Пауза? О, все, супер. Надо будет это учесть. Короче, у нас вот есть сценарий, есть шаги, они пустые. Дальше нужно как-то со страницей работать. Ну, и у ведра есть система плагинов, которые можно прямо из консольки поставить. Здесь сейчас… Все, мне нужна была эта пауза. Спасибо. Го, дальше. Посмотрим вообще, какие плагины есть. Прямо в консоли вам выведут все эти плагины. Вы можете их все использовать, все их установить. Есть ссылки. Вы можете увидеть, насколько они популярны, сколько там установок было за последнее время. И вот я нашел там плагин PlayWriter для того, чтобы работать со страницей. Я прямо сейчас бахну, прямо установлю. Вот. Все, он уже установился. И можно заметить, что вот здесь вот появился новый файл, ведро.кфг, который, по сути, говорит, что у нас какие-то плагины включены. Хочешь выключить, enable, ставишь false и все. Ну, то есть довольно контролируемая среда. Ну, и дальше зайдем на страницу плагина и почитаем, как его использовать. Если крат… Видно код? Тут есть три разных метода для хрома, для Firefox и для WebKit. То есть мне не нужно ставить там Selenium WebDriver. Мне не нужно как-то автоматически там устанавливать себе какие-то дополнительные зависимости. Все, что мне нужно, это вызвать функцию в плагине. А сам плагин это сделает за меня. Я тут вызвал метод open.chromium.page, чтобы просто инициализировать, да, instance браузера. И потом я перейду на конкретную страницу. Вот я сейчас перехожу. GoTo асинхронная функция, поэтому await нужно добавить. И что мне нужно проверить? Что какой-то текст на нашей странице, у него там заголовок такой. Через плейврат я нативно сделаю все манипуляции. Можно, например, найти не по локатору, а по тексту. Не очень советую подход, но для демонстрации подойдет. Копирую сюда, бахаю, там есть функция на isvisible, что этот элемент виден, и запущу тест. Можно запустить через прям по HR, есть интеграция, есть плагин, который по сути работает так же, как мы привыкли. Сейчас у нас тест пройдет, но мы ничего не увидим. Ничего не увидим, потому что в стандартном дефолтном подходе работает headless режим, чтобы просто наши тесты быстрее запускались. А вот я сейчас возьму, и вот мой плагин, чем удобно плагин использовать, вы можете дополнительную обертку сделать. То есть есть play throw, есть play write, а есть плагин, который добавляет вам возможность, например, каждый шаг, вот every step, создавать скриншоты. И мы прямо сейчас увидим, как видит наш тест нашу страницу. Мне не нужно там дополнительно вызывать методы скриншотов. Вот у меня создались файлы, и вот every step, то есть два шага и два скриншота у меня создались, я вижу все. И вот таким образом мои тесты видят мою страницу. И вот они прошли, соответственно, они увидели, что текст соответствует. Теперь, по-моему, я тут должен испортить тест, чтобы показать, как падает. Я говорил, что там дебаг-принты надо заставлять, чтобы увидеть все твои переменные. И вот мы испортили, мы видим, вот есть скоп. Скоп — это все, что в твоем тесте хранится. То есть не надо тебе принт дополнительно лепить, просто ты видишь все сущности, которые создались. В данном случае у меня тут пока только страница, поэтому это не там сильно нам помогло решить проблему, что не так. Поэтому я добавлю параметризацию. Как бы вообще нормальный подход не лепить одинаковое количество тестов, не дублировать себя, а использовать один тест, потому что у него все шаги одинаковые и за счет параметризации его проверять какие-то комбинаторики и так далее. Таким образом, я сейчас добавлю, вот у меня есть три параметра. Это название страницы, URL, на которую я перейду, и title, вот этот вот наш заголовок. И я возьму… Да, первое — это main page. Для нее есть такой-то URL и у нее такой-то текст. И я сейчас сразу же сделаю для второй страницы и просто запущу тест еще раз. И мало того, что я передал в конструктор моего теста эти методы, я должен их как бы описать, чтобы у меня был доступ к ним внутри других шагов. это для названия страницы, это для URL, чтобы потом на него перейти, и для заголовка моей страницы. Вот и все. И я просто беру и использую эти переменные, которые я прокинул в параметризации. В принципе, как бы не Америка, то есть мы так же это делаем. Просто это я хотел интерфейс показать, как это выглядит. И это было для одной страницы, точно так же делаем для второй коттеджа, по-моему, в Краснодарском крае. Вот, мне достаточно просто взять текст и ссылку на нее, и он перейдет. Подождем. Как у вас дела? 20 рублей нужно мне заплатить. Вот, все, я закончил здесь. Вот мой текст. И title и URL, соответственно, потянутся. И вы сейчас заметите, что у меня название теста будет одно и то же. Потому что в сабжекте я указал одно и то же. Блин, фигово. Что делать? Есть стандартный подход. Просто я могу тот же параметр, который я в тесте использовал, прямо сюда и вставить. И по HNA мне нужно было именно для того, чтобы название моего теста параметризировать. То есть я больше ничего не делал для этого. И это работает как бы нативно с учетом всех параметров. Вот. И у меня, соответственно, на две страницы. И для каждого шага, да, также у меня все скриншоты работали. Вот, например, для главной страницы это там для страницы на коттедже в Краснодарском крае. По-моему, здесь у меня видео остановится. Я еще хотел показать… А, нет, что-то еще… А, ну да, тесты сейчас тоже выпадут. Вот я тогда говорил, что наш self-scope был не особо полезен, но вот сейчас… А вот сейчас… Видите, сколько тут параметров? И я не добавлял ничего отдельного в своем тесте. И все это видно без моего дополнительного участия. Короче, суть в том, чтобы такими вещами не заниматься, фигней не страдать, а чтобы среда сама нам помогала такие вещи использовать. И последнее. Вы знаете, что в фикстуре мы там в инструментах, например, по тесту можем использовать фикстуру, чтобы привести на приложение наше приложение в нужное состояние. Здесь эту роль выполняют контексты. Контексты – это такие, по сути, функции, которые мы можем явно вызывать в своем коде и импортировать. В данном случае я сейчас создаю контекст для перехода на страницу. То есть, чем неудобен был мой прошлый тест? Мне нужно было вызвать функцию ChromiumPage, мне нужно было перейти. А я хотел бы как бы сделать одну функцию. Вот, я ее просто здесь напишу, говорю, перейди на эту страницу и верни мне эту страницу. Ну, по сути, фикстура так же делает. Только тут явный импорт. Вы можете видеть, сейчас я вернусь в свой тест. Я вернусь в свой тест и просто эту функцию вызову, и явно я могу потом перейти и понять, что в ней происходит. И передаются какие-то параметры дополнительные, потому что там те же фикстуры, параметры передаются очень сложно. Вот это мне уже не нужно, теперь явно я могу перейти, по ней вернуться обратно, короче, удобная навигация по коду. Ну и, по-моему, да, только тест осталось запустить, убедиться, что это работает, я ничего не придумал, и кажется, на этом все. Еще раз, идея не в том, чтобы показать инструмент, а в том, чтобы задуматься, что мы часто страдаем фигней, и наша задача делать, писать тесты, а какие-то дополнительные вещи хочется перекладывать на среду, которую мы делаем. Ну, это уже цикл пошел, хотите посмотреть еще раз? Давайте останавливать. Вот, это вместо подведения итогов рад был с вами пообщаться. Давайте продолжим. Спасибо за то, что дали рассказать. Вопрос именно по этому инструменту. Вот конфетное ведро может работать с динамическими формами? С динамическими формами ты имеешь в виду, когда… Ну, с JavaScript. Не статическая генерированная страница, а именно… Да, да. Вот прикол в том, что это асинхронный инструмент, и вот мы, соответственно, в этим. И, ну, на самом деле с инструментами мы работаем по-разному. Вот я сейчас пример показал именно плейбрайта и с работы с веб-интерфейсом. Но изначально, он с 2015 года, этот инструмент развивается, всем комьюнити, и они писали тесты на API. Поэтому, например, в плейбрайте достигается асинхронным состоянием самого инструмента. То есть он, прежде чем, например, проверить текст, вызвать метод isvisible, он дожидается этот элемент. И все такое. Ну, соответственно, если у тебя страница подгружается динамически, а не там просто статика, то ты, соответственно, дождешься. Ну, там, конечно, есть тайм-аут в 30 секунд. А API есть есть плагин реплай-тесты. По-моему, он как раз, если у тебя… Ну, можно шаг, например, реплайить. Один раз у тебя там ответ не вернулся с бека, второй, третий можно декоратор на шаг навести. Вот еще хороший вопрос, кстати. Чем сценарио-бейст преимущественнее функционал-бейст именно в E2E-тестах ты можешь… У тебя есть контроль над управлением конкретным шагом. Ну, чтобы это сделать, когда у тебя функционал-бейст, тебе нужно зайти в функцию и там этой функции навесить декоратор. А так у тебя есть просто шаги в твоем тесте, и ты можешь как бы его ретраить три раза, если тебе вдруг потребуется. Понял. Спасибо. Надеюсь, ответил. Да, спасибо. Я по времени уложился? Супер. У меня маленький вопрос. Мне очень интересно было увидеть, что прямо в коде у вас можно было смотреть, прямо в E2E-шке, скриншоты вы показали, а когда вы какой-то… потом уже в конце, когда прогоняются тесты, у вас идет какой-то отчет, допустим, как в Allure и так далее. А есть какая-то опция, чтобы вот эти вот все скриншоты, которые делаются в системе, потом тоже как-то подтягивались в отчет или как это все организовывается? Хороший тоже вопрос. И есть плагин ведро Allure Adapter, который позволяет тоже… Ты вот так же подключаешь ведро, он стал, ведро плагин, инстал Allure, ведро адаптер, он тебе постановился, установился, сори, что-то с дикцией. И когда падает тест, мы автоматически отправляем в Allure, и мы не вызываем какие-то дополнительные методы в тесте, чтобы сохранить скриншоты, положить в отчет. Это делает сам плагин. Я хотел показать, я побоялся, что я за тайминг выйду, я внутри себя на машине поднял Allure, сделал это все, даже записал, но потом решил обрезать. Можно еще маленький совсем вопрос? Это на питоне все, да? Да. А есть что-то для жалобы похоже? Боже, это плохо. Портируйте. Почему это на питоне сделает нелогично веб, например, на JavaScript тестировать? Да-да-да. Изначально это вообще был не веб. В смысле это было API, и тесты изначально писались для бэканда. То есть со страницами работать начали где-то с 2021 года. Понимаю, у вас команда на питоне тестирования работает. Спасибо. Ну, три вопроса уже есть. Артем, привет. Меня зовут Михаил. Спасибо за доклад. Можешь пояснить про явные и неявные ожидания, как работает с этим ведро? Смотри. Явные и неявные ожидания. Я правильно понял, что он как бы аналог селенида? В большей степени. Хорошо. Да, я понял вопрос. Смотри. Ведро сам по себе не работает со страницей. Он работает через плагин, который внутри себя работает с плейврайтом. То есть плейврайт как раз работает со страницей, а с помощью плагина мы можем удобно из своих тестов работать с API, с интерфейсами, работать со страницей. Надеюсь, несложно я объяснил. И таким образом ты можешь поставить селениум, ты можешь поставить плейврайт. Ведро за это не отвечает. То есть это больше как JUnit получается, да, Ведро выполняет функцию? Или это смесь именно селениума и JUnit? Он выполняет функцию самую простую, это запускать тестов. То есть все, что он делает, Core, это поддерживает синтакси сценарио, например, класс, такие-то шаги и так далее. У него внутренний линтер, например, он может тебе сказать, что у тебя нет вен-шага и такое. Но сам решаешь, как ты будешь использовать с браузером. Ну да, если грубо аналогии проводить, это типа как с JUnit. Но по большому счету есть два термина. Это ведро и ведро универс. А вот ведро универс тебе позволяет все плагины использовать, какие тебе надо. Спасибо. Здравствуйте. У меня такой вопрос и, наверное, небольшое отточнение от меня, что в тестировании я совсем недавно, я еще молодой специалист, только первый год. Да, я сразу после вот универа. И у меня такой вопрос, что вы имели в виду под явным и неявным импортом в ведре и в фикстурах? И правильно ли я поняла, это проблема только питона, потому что в Java вроде как все импорты, они всегда явные? Да, есть такое. Хороший вопрос. Что я имел в виду под явным и неявным импортом? Я говорил о одном конкретном примере, и в целом все инструменты делают это по-разному. Я привел пример, ну потому что я на питоне, на пайтесте, вот именно на питоне есть фреймворк пайтест, и у него есть своя философия. Сам по себе фреймворк довольно удобный, его много используют в юнит-тестах и в ету-е-тестах. Какое неудобство? У него есть механизм фикстур, вот эти вот, которые готовят в это состояние. Это довольно классный инструмент, сложный, но с ним нужно аккуратно обращаться, можно переборщить. И вот можно было заметить на одном из слайдов, что у меня просто есть деф-тест и какие-то действия, есть какой-то аргумент пейдж. И вот у него нет явного импорта, то есть он сам решает, так, у тебя есть пейдж, значит я пойду в эти файлы и поищу что-то связанное с пейджом. То есть как бы ты этим не управляешь. А вот суть была в том, чтобы контролировать все, в том числе и рейндж, который у тебя есть в Java, на G-Unity, да и вообще на любом, по-моему, фреймворке там явно как бы все. Спасибо. Замечание отдельное. Удачи в карьере. Спасибо. У меня такой вопрос со стороны тестировщиков, тест-дизайнеров, которые пишут тесты. Как тестировщик никому не верю, и автоматизатором тоже. Правильно делаешь. Да, да, да. И всегда очень хочется в отчете видеть, что вы на самом деле там проверяли. Вот эта вот штука со скриншотами каждого шага, это классно. Еще такой вопрос, умеет ли эта среда открывать консольку в браузере и еще и оттуда мне показывать, что там было на самом деле. У нас есть такое, но это опять же делает не ведро, но за счет плагина мы можем это делать. Мы когда открываем страницу, это делает playwright. И вот все почести на самом деле и функциональные возможности именно туда. Можно все ошибки, которые падают в консоль, логировать, и мы это делаем и отправляем в валюр. У нас нет для этого какой-то там специальной обертки, но по большому счету мы вызываем функцию playwright и говорим, что все, что падает, потом в attach в артефакт моего сценария валюр. Короче, что мы видим в валюре, и это можно сделать. Мы видим все шаги, в каждом шаге мы видим скриншот, мы видим сколп, это вот те переменные внизу, если ты помнишь, которые там page, там URL и так далее, и видим все логи браузера. Не скажу, что мы прям активно туда смотрим, потому что, ну пока нам пофиг, но это можно сделать, да. Но логи, я так поняла, только в случае, если падает, а если не падает. Если не падает тоже. Тоже можно. Вот это прям удобно. Спасибо. Да. Ну это ты имела в виду, что консольные логи в браузере, да? В DevTool. Да, я тоже про это. Привет, Юра. Привет. У меня вопрос такой. А у тебя не возникло ли ощущение, что вы на самом деле как бы создали просто новую магию? Потому что получается, что исходно нужно было знать PyTest и Python. А теперь получается, что сверху на это еще есть как бы получается ваша обертка, которая имеет свои декораторы, про которые нужно читать и понимать, откуда взялись эти данные. То есть опять-таки, да, мы смотрим в тест, мы видим, что есть какой-то контекст, есть какое-то имя, мы не знаем, какой, почему здесь вот это имя, откуда это вылезло. Нам нужно идти в контекст, смотреть на декораторы, разбираться с тем, что у нас сейчас там был третий тест, поэтому мы взяли вот это. То есть по сути, ну вот у меня возникло ощущение, что магии стало как бы больше. Она там в некотором смысле структурированная, по ней есть документация сокращенная, но при этом магии стало еще больше, потому что старая магия на самом деле никуда не ушла и по-прежнему можно пользоваться, и появилась еще новая. А ты имел в виду, что мы под капотом пайтест используем для наших? Ну, да, я так вижу, что под капотом тоже пайтест, или пайтест нет? Нет, его там нет. Ну окей, хорошо, остается питоновская магия как таковая, плюс еще, говорю, вот эти вот особенности там, вот с поиском контекста. А как, давай это на предмет, назови предмет магии питона, которую сейчас ты увидел. А, ну сейчас никакой. Я говорю о том, что у конкретного там автоматизатора останется возможность использовать какие-нибудь питоновские фишки, условия, свойственные этого проекта. Ты же не отключишь особенности своего питона, то есть он сможет использовать другие фрейворки, параллельно докинуть какой-нибудь магии, связанные с другими либами, но при этом еще добавляется магия от вашей библиотеки. Так, ну я, наверное, постараюсь правильно ответить. Если нет, мы с тобой перетрем где-нибудь там. Можно писать на любую дичь на питоне, которую тебе хочется. Ну в смысле, тебе по рукам ударит линтер, наверное, в случае, если ты прям совершенно откровенно ерунду пишешь. И там, если у тебя, например, шаг твой состоит, ну сценарий из одного шага. Ну так не должно быть, потому что ты раньше акта серт. Ну у нас вот линтер появился, там можно все почитать. Сам по себе питон, у него там есть какие-то неочевидные вещи, как, наверное, в многих языках, и ты как бы можешь на них напороться. Но вот это зона ответственности именно языка. И вот один из там первых слайдов, который был, кликер у меня есть, да? Я прям так и сделаю. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это возможность писать сценарий на чистом коде питоне. То есть никаких, вот, например, в BDD есть оберточка, у тебя есть фича файл, у тебя там есть какой-то свой синтаксис. Это не питон, да? Но внутри, под капотом, эти все вещи мы реализуем на чистом коде. Здесь нет подобного. Ты видел шаги вензен и гивен, и это чистый код. То есть никаких там дополнительных. По поводу магии, честно, не знаю, что сказать. мы с тобой обсудим, а я потом где-нибудь это напишу. Результаты. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Ну, я так понял, Veroid — это что-то типа прослойки между тестировщиком и плейврайтом? Ну, или не совсем? Не совсем. Давай еще раз вернусь. Очень важный вопрос, чтобы это все понять. Вот на этом слайде. Как не хочу туда подойти. В общем, вот это вот в центре. Вот это ведро, вот это плагин, а вот здесь браузер. И вот все, что делает эта штука, она запускает твои тесты. Плагин позволяет тебе работать с интерфейсами плейврайта. То есть прослойка, которую ты говоришь, это именно этот плагин, но не сам инструмент. Это в одном случае тебе, например, нужно за браузером. Во втором, у тебя бэкэдные тесты, нафиг плейврайт, используй такой-то плагин. Не знаю. Короче, это не прослойка, это самостоятельный фреймворк, который позволяет тебе тесты запускать. А как ты хочешь, на какие интерфейсы, веб, IP, не знаю, что угодно, это все какие-то дополнительные плагины, которые тебе нужны. А вот резонный вопрос возникает. Если мне функциональности этих плагинов недостаточно, мне… Пиши свой. Я могу сам написать. Да, есть… Как хочется. Короче, вот… А, я знаю, куда я покажу тебе сейчас что. Смотри. Вот тут ссылки есть. Первое – это на сайт этого инструмента можно по коду перейти. Хороший вопрос, потому что благодаря тебе я этот код показал. Есть это open-source инструмент, поэтому его может кто угодно использовать, кто угодно contribute. Там можно посмотреть всю реализацию. Здесь телега, и, собственно, вот тут на первой ссылке есть статья про то, как свои плагины писать. Если кратко, а время у меня еще есть, да? Одна минута. Короче, там все на событий, на программировании работает. События приходят, ты его читаешь, и сам решаешь, что с этим событием делать. Запустился тест, запустился сценарий, остановился тест, упал тест. Этим всем ты можешь манипулировать внутри плагина своего. Ответил на вопрос? Ладно. Всем привет. Меня зовут Юля. Я совсем недавно занимаюсь автоматизацией на питоне. У меня такой вопрос. У нас в команде, вот, например, этот сценарий мы бы описали, как вынесли все методы отдельно, всю разметку страницы отдельно по локаторам, и, соответственно, сам тест, он был бы сильно короче. Каждый ручной сценарий подразумевает, опять же, вход на страницу, какие-то действия, да, каким образом описать с помощью ведра. Да, получается, есть методы, которые многократно будем использовать, мы же их все равно будем выносить. Понял, понял, понял. То есть у тебя в тесте все шаги… Ладно, остановлюсь, наверное, здесь. То, о чем ты говоришь, это о том, что шаги могут повторяться раз в раз, и хочется… Все равно мы их куда-то вынесем. Правильно. Чтобы не описывать их. Правильно. И то, о чем ты говоришь, это делает как раз, например, в пайтесте фикстура, а здесь контексты. Вот тут, видишь, есть OpenedPage, и в моем видосе, который я записал в час ночи тоже, там внутри себя какая-то логика инкапсулированно. Просто вот это можно несколько шагов объединить в какой-то один контекст, вынести их нафиг в контексты, импортировать сюда, и таким образом у тебя, например, тест похудеет ровно до одного гивина, до одной строчки. Если у тебя шаги более сложные, ты можешь это… Ну, если они другие, концептуально, ты можешь вынести в другую. Ну, объединить их, вот ты в этом говоришь. Вот у тебя их много. Просто берешь, например, вот эту группу можно объединить в одно логическое действие, выединяешь их в отдельную функцию и используешь. Или, например, вот это все вместе. Все ты сама решаешь, но у тебя есть функции, стандартный способ программирования на языке, стандартный способ инкапсулирования логики в языках программирования. Объединяешь, вызываешь и используешь. Не знаю, ответил, если нет, могу рассказать или вот у меня ноутбук есть показатель. Можно последний вопросик? Артем, спасибо за ведро. Я его не писал, но типа это вообще. Откуда такой нейминг взялся? Без понятия. Без понятия. Короткий вопрос. Я отвечу одним словом, ладно? Предполагается ли выпуск еще новых плагинов каких-то там? Нет какого-то плана, потому что комьюнити само там, когда решает, возникает ситуация, плагина нет, плагин пишет. Кстати, недавно, вчера, вышел новый плагин, который позволяет на лету сравнивать скриншоты. Настя сегодня об этом расскажет. Вчера появился плагин. По-моему, динамичное развитие. Ладно, хорошо. Спасибо.